так всех приветствую мы играем очередную 3 на 3 и у нас как бы как бы как бы как бы неплохие нации в этот раз играем на север против юга и и и и и в этой игре мы попытаемся я во всяком случае попытаюсь показать абсурдный гигаж разве я игрок номер два с кем не поменяться с кем там поменяться не надо никого не поменять со мной ну так нажми это разы не не третий идет я послал нет а ты к заявлен на как вторым или третьим короче да все довольны чё ты у нас третьем ты за грецию играешь еще какие проблемы то но я дискоме назад а это ладно все мы с какой разница слот вообще они довольны все поехали так так вот возвращаясь к мысли я попробую показать что я ничего не делаю это абсурдность грешек вот на это очень реально сейчас все расскажем чё делаем сейчас только появимся я хочу быть просто между вами это будет вообще ниба ну я с края и россия на побережье появился соляной старт ребят какой мощи жесть у меня все плохо все у тебя плохо все потому что ты будем впереди это плохо на холм туда иди назад справа от коров который пол справа от коров вверху до от тебя я не знаю к оазису я бы прыгнул вообще видимо что даду балом сходи куда-нибудь там направлении лаки у тебя же там роста будет прям жопой жуй и деньги я соответственно сразу твой посел идет на холм мне кажется пустынный возле оазиса ну вот нормально так значит что делаем мы идем в лошадей потом в железо мы строим копья а ты себе тихонько тут развиваешься тут поселов там строишь вот это вот все и может быть потом начнешь лучников клепать и апнем их в медкарей и как бы где все так ты тебе будешь ставить на место воина наверное да да самое то может тебе вверх сходить воина а что я там забыл вот так они наверху да они намерены у них кто то тоже так же выдвинуть вперед и по макам а ну тогда ты хорошо встал и ты и ты потому что че то я думал что они внизу так значит сам не надо и воином может быть вот так ну и прыгай наверное через реку к мрамору куда или на холм не знаю на холм я больше увижу так я на 3 секунды отошел отойди так мне вот какой понтон интересно брать на пустыню какой понтон тебе не до понтонов у тебя одно нет нет я же кельт ай точно у тебя же два этих ну тебе я на пустыне возьму потому что видимо пустыне нормально так тут чтобы мне досталось ну айзис ты будешь обрабатывать пустыням у меня две веры сразу три веры будет одна будет вера потому что у тебя два леса надо три чтоб для двух лет нет сейчас одна будет а как там то он возьму пойдет три уже ну да да блин ну куда мне тут податься идеально конечно на холм было бы вырубить может тебе может тебе если он на холм поставит то он второй город уже не поставит на мрамор да не нужен мне второй город на мрамор я вообще один городом грозит ну может двумя второй будет с посел просто с волей и все мы больше не и он и я так делаем больше тут никто ничего не делает в общем я иду на холм я решил у меня будут две вырубки я все равно рабочего быстро устроить буду и потом люкс просто затащу потому что мне все равно будем брать ну в лошади идти да так и будет тебе вот жалко близко люксов нету файм да у меня вообще ну тут ну ладно сейчас может второй сразу же город воткну куда не туда на люкс ну гляди тебе бы хотя тебе армию может и не надо строить ну ты первого строя наверно все таки этого скаута потому что мы будем строить рабочих в общем я на холм иду все таки ребята ну чё давайте заканчиваем они закончили чё куда торопишься нам тут выиграть надо ладно поехали ищем ггшет чем быстрее твоя задача внизу все смотреть мы вверху идем смотреть так чё я сразу скаута строю да ты скаута тут вся игра на ггшке как я делал мы попробуем показать всю эту бездарность ггшечного этого наворота да а где мы их встретили ну где то наверху или ты или я по сути мне без разницы нам надо как то между нами теперь или ну да я наверное бы прыгнул вот чтоб между нами посмотреть что ну да скаутом туда тогда этот самый китайец тащи его наверх не наверх он пускай внизу посмотрит а мы сейчас его сойдемся внутри внизу он я посмотрел там в принципе это конец я думаю туда дальше идти не надо там краситель шелк у нас еще есть и соль внизу он там нас ггшки только интересуют все остальное не интересует а а блин смотрите я нашел ашур ну все я домой ашур наша жертва он плоский а вот у вас тут все близко я думаю он не рад да ладно нормально у нас практически в каждую эту эпоху хорошие войны да везде мы доиграем дай бог дамы скорее и вон он поставил первого этого самого скаута так фокус на на молотки поставили там больше я забыл был само собой само собой так железо да или куда да сейчас выработали этот случайно это думаю рабочий выйдет я тут как раз в вырубку и вперед 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 а где ггшки все египт да где ггшки то есть вообще 3 1 1 а их постоянно а в общем вот одна наша нам две хотя бы надо и мы выберем надо подо мной посмотреть я как этот самый у кельта вообще солей конечно кельтым бабли хлопок там а вон австрийцы да верху уже слева там где-то возле гор надо быстро город находи гбшку сейчас ты первый потом кучку им деньги на меня и я покупаю копье и беру дань а вот прага тут еще у австрийца не далеко далеко вот игры лаки надо срочно город отсюда кванты втыкать где воин сейчас посмотрю прям такое место под меня хорошо хорошо я понял да я я хорошо слышу только вот которую сверху лид декс нормального слышно остальных это плохо а ты кто кто не знаю я третер а кто еще можешь выйти пожалуйста у нас тут игра турнир на все ладно спасибо извини голос из ниоткуда да так а тебе нами китаец тогда не поставишь я щас пока буду блокировать спорты ждать сантенна рива короче этот сам китаёс веди тогда мне воина давай так прага вообще шикарная гэгэшка блять да да ты возвращайся чё там ловишь она еще и на холме там быстро дань не возьмешь так чё я строю рабочую себе конечно посмотри сколько у тебя вырубки тут будешь царь и бог может мне артемину забрать не 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 никаких чудес здесь пускай они сказали чудеса не надо у вас там сколько денег набралось уже 64 у меня 82 через три хода бросите деньги забирай сам ну и сейчас еще время много воина давай ты там защиту дал праге я никому ничего не давал потому что она в минусе у меня я дал наступил на нее так мы все воля да да и твой вольный посел я даже не знаю куда тебя отправить ты мне говоришь да у меня там внизу две соли не вниз вниз да вот туда или на слонов стать или ну короче но блин на слонов тут вообще просто по яблочку ладно сейчас посмотрим сейчас там справа еще посмотри вот туда и ставь смотри как мне наверно видел так ты туда идешь все я например просто сейчас вверх поселюсь поставлю город под ашур и приветами да и все и вот лаки бы еще там поставить возле гор и все мы решим уже там скаутов эти видео он тоже это место выбрал а здесь же нет страт баланса нет бля гавешка ебаная куда идем ганчарку по люксам и дзон я бы местонари взял ну вы можете ганчарку ганчарку ну ну лаки ты там лаки ты посела потом я будешь строить плечом нет я почву не буду строить пока ну ты не боишься что он площадь город воткнет га плит так я же деньги на что прислал пока давай теперь возвращай оббивай деньги сейчас дорога при твоих не переживай блин ну не знаю знаю лаки конечно там город вот прям надо ставить кровь из ногу надо надо видишь он уже там блочит это место все ну а сирийц поселок липает но а сирийц сюда явно не приведет пускай рискнет здоровье сейчас тут два гаплита выскочит посмотрим чем это не закончится так а ты дань то стрелс нет с двумя маловато будет надо второго габлита поставить так давайте календарь все я санта на рива взял у меня 70 голды календарь 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 охота мне нужно охота и мне нужно кстати после календаря охота деньги деньги я дал уже все блять а че это мне не хватило ай-яй-яй-яй-яй-яй ну че он прикалывается поставил на скаута я уже одного скаута убил щас второго убью не смог дорубить яд блин приперся так мне нужна еще одна гэгэшка неужели здесь нет а и урмусы не забил ну мне далеко туда ходить мне надо возле антонари вот стереться так календарь потом наверное охота для китайца и потом уже это на коляске у них минус два этих скаутов в общем ко мне он не поставит а я буду ставить под холм город и все ну и все ты купил иди с антонариевой возьми дань пока я не построил гоплит и не стал первым парнем и давай лаки мне кажется посила посила нужно где строить не надо ничего строить спокойно спокойно пусть ставят у меня есть куда поставить лаки о этот линдекс а где же твое развитие в пять городов сразу я сказал я играю в один город это супер новая тактика для х подставили вы меня что не пошли мы пошли в календарь и не пошли в эту самую в охоту ну щас ну чё так чё по пантеонам у меня было вагеря наверно может зашли спасибо смотри что тебе удобно то есть вагеря и мне зашли ну щас посмотрим если может город буду ставить может быть смотри там этот самый пошел развед куда где у меня все нормально здесь в принципе маска идет это самое ребятки вы там можете сделать так чтобы в траппинг мы пошли в лагеря а потом надо все равно в бедлу зайти в мои здания не надо с них победить там деньги с них ты не будешь никаких бедло встроить щас я выношу ашур и закончили играть о чем то как мне нравится ваш настрой вообще молодцы а тут по другому не да им еще повезло что у нас ггшек нету забирай ашура скаут нужен тебе нет линдекс подари хорошо забрал бабло щас я подойду возьму по второму кругу через четыре хода ты записал себе какой ход это был этот двадцать первый двадцать первый да на тридцать втором сможет быть спасибо 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 так вот это вот не надо какого ты строишь копье тебе надо луки строить мы наберем дань ты их апнешь подаришь и все какие луки какие луки обыкновенные а мы их не открыли ладно строй копье никому не говори такого не было все 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 запись сотрем по обоих ну смысл тот что ты нам будешь строить мы то только копье не играем да да смотри кайлас не забирает значит я туда пойду еще кайлас не заберет никогда я сейчас после копья буду строить ну вы поняли эх в арбуз бы спуститься в день губы взять ну очень уж далеко да вон там не реально далеко мне вот к той скале надо спускаться ну да да пойду санта на рива лучше возьму а ты с праги кстати можешь попробовать взять лаки да 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 я щас в аппекте потащу у меня как то жаль но ой какой позвал прикольный смотрите неприкрытый а он на медь хочет на медь поставить пускай хочет вот так беги вот на медь он уже не хочет так что куда стрельба из лука да стрельба из лука да стрельба из лука а потом зайдем все таки в мессенере потому что я хочу все таки как то люкс обработать что это это пирамида вон видишь этот скаут бегает австрийский меня он не пугает совершенно нет лаки лаки а вот это интересно то место которое я убрал сможешь ага пирамиду нажал спасибо чтоб еще лаки пирамиды нажал так кому соль ребят мне пока не надо да мне тоже пока не надо может мне пойти сразу поставить на его этот вино и все ну чем я не борзый ну а что он не сделает ну да нет кстати хороший вариант а вот там пускай нет по сути да если ты поставишь на вино и туда он к скале где-нибудь поближе все тут ты его зажал и все ты его вынесешь и все и там до свидания тут даже этот австрийский город в Зайсбург не решает уже отходи ты оттуда хотя нет напрягай напрягай пофиг я вынесу это так я пошел так я пошел не так не м м м м м Варвар помешал мне на один ход раньше поставить город. Мне нравится моя армия, и армия Ашура мне очень нравится. Посмотри. Лаки, ты видишь, что тут дырит? Угу. О, там Рим справа, что ли, я не пойму. Не знаю, мне нужны лучники, я уже строю лучников, хотя не хотелось бы. Я лучников строю, сейчас тебе приведу. Ну, я б тоже построю, сейчас я с Антона Рива буду брать, 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 дать, блин. Ничего не тебе. Лаки, а ты вниз будешь селиться? Да, я туда поставлю, наверное, под гору на воду. Чтоб соль забрать, да? Ну, она, да, будет у втором радиусе. Интересно, я заберу? О, какой молодец. Ах ты, скотина. Ладно. Так, ребята, а счастье там у кого-нибудь будет? У меня есть. Можешь у меня забрать. Да, чё тут я тут варваров, блять, грех? Триндец у меня вообще нету. Всё, я взял дань, через три хода ты будешь брать. У кого-то на Рива? Да. А зачем тебе? Да я сейчас поставлю этот, хочу Кайлас выкупить. Вот херней занимается. Или не брать его, не будем ничего делать. Да ладно, ладно. Нормально. Офига замочил. Твой скаут пал. Смертью храбрых. На самом деле. Так, коляски, а потом... Коляски, медкарри. Я предсказываю печальное будущее Ашуру. Чё-то как-то он совсем... Да я думаю, как бы... А, вот он куда воткнул, да? Здесь, в принципе, да. О, нифига, Рим ещё поставил. Круто. Молодец. Вышел вовремя. Забирать надо. Что-то не на медь поставил. А он хитрый. Там заблокировал вверху. Обстреливается вообще как нифиг нафиг. О, смотрите, у нас чудо здесь есть. И он его купил за деньги, прикинь? Блин, а он же тоже повален? Нафиг оно ему надо? Надо, надо, говорит. Значит, если делать, значит надо. У него там две коровы, зачем вообще? Я не понял. Смотри, там варвара этот, рабочий. Вижу, вижу. Прощай, мой люкс. Слышите, забирайте. А хотя, не. Ну, можете взять, у кого там надо счастье. Китай, что у тебя каждый ход по 30 голды стреляешь? Скажи. Да, я просто там... О, нифига ты дал мне. Я имею ввиду, я просто, ну, 30 выдаёт же сразу автомат. Я чуть-чуть не хватило. Только калас, я покупай, нафиг он не нужен. А чё тут, давай купим, религия будет скоро. Религия будет. У меня плюс 4, 81. Ммм, блин, ну. Ладно. В общем, надо идти Ашур брать, ничего не будет. Сейчас надо этих колясок. Так, ну я пошёл туда, сейчас пойду коней обрабатывать. А есть у кого-то? Я пошёл коней обрабатывать. Ашур вообще как-то с реальностью поссорился. Он так выставляет этих своих приколистых. Ну всё, давай тогда в коляске забираем Ашур. Да-да. Я вот коляску уже строю. В смысле, коней обрабатываю для коляски. Так, Лаки, я вижу, ты ведёшь, я тогда вниз сюда на соль поставлю. Да, ты вот там где лошадки... Да, да, да. Только смотри, там скаут. Понял. А это, что, пирамиды кто-то будет брать, нет? Или ничего не строим? Ты строй рабочих или пирамиды. Фиг знает, ну построй пирамиды. Хотя нет, ну блин, давай ты... Ты повыругай лес. Ну коляски мне нужны. Ну я щас пирамиды забираю и всё, и тебе коляски будут только строить. Всё равно у меня лошадей нету пока. Ты посмотри на армию Ашура и на мою, понимаешь? Да я вижу, вижу. Ну ничего себе, я чё... Пир... А я с этим по промке пирамиды. Так, ребят, давайте знаете чё, сейлинг откроем. А не проще сначала констракшн открыть? А зачем тебе сейлинг? Да вы настройте лодку, чё, нормально. Ну ладно, давай сейлинг. Блэкс. Просто у меня там лодочка есть одна, но мне чё, щас увеличива не будет. Так, чё, куда идём-то? Мореходство, мореходство. Мореходство? Он лодочку увидел, мне захотелось. Бляха, как вы любите играть в развитие, нету пойти вынести и закончить. Лаки это только развивается. Ты входит, я просто лодку построю. Ну хорошо. Кельт, а ты можешь потом вот этим дуболомом под столицей вниз пойти, подстраховать моего посела? А чё, он у тебя один? Ну он как бы там один, у меня тут здесь рабочие. А, там ровно скаут? Да, да, скаут, да. Да, я тогда щас поподведу. Я щас одного лучника и копьё веду туда, в берегу. Одним копьём здесь попробую убить. А, ну тем более он вниз. Мне нужны две коляски, а Шура не будет. Семь ходов пирамиды. Дашь лошадинки, дай я обработаю. Я ее взял, у меня 150 голды, сейчас пойду с Праги брать. Так, может купит эти коляски, даже не знаю. Так, я не могу, а, сейчас погоди, я тебя следующим ходом там китайцы. Кого да? Нет, хорошо. Соль, соль. У меня ноль. В столице нету люкса практически. Так у меня? А, нет, не надо у меня брать. У меня один рабочий, блин, было бы не дурно еще одного поймите. Давай щас я пирамид застрою. Одного тебе отведу, одного себе отведу. Взял. Следующим ходом коляску куплю. Линдекс, я тебе веду лучника и копье. Хорошо. Все, Лаки, спасибо, подстраховал. Все. Все, одну коляску умею, а следующую устрою. Да, ну тут Аташур, конечно, дерется на разу. А, там тут что-то стоит, да? Не знаю, зачем мне этот посел реально. Вот не знаю, куда его так воткнуть. Вот тут, может, где-нибудь на пустыне? А, не, во, вот сюда вот. Во-во-во-во-во-во. Куда? Вот где мой гоплит, возле пшеницы. Спасибо. Точно, отлично, город еще. А, ну да, я вижу. Нормально. Промки до хрена, еда есть, что больше надо. Еда есть, да. Кельта там атакует варвары. Кельта забрал же дань, да? Через четыре хода я должен взять. Китай, задай мне денежку сроченьку. У меня можешь взять. Дал, дал. Че, куда дойдем? Мы идем в Шмидкарей. Я апну твоего лука. Когда-нибудь тогда деньги появятся. Ставишь, чувак? Может, в Библу зайдем? Ставь вниз город. Я поставлю на шелк. В Библы не будет. В мое здание не будем. Вниз, китайцы, вниз ставь город. Я понял, куда вниз, там на холм, что ли? От Сольта? Нет, слева от Слонов. Слева от Слонов? Так я так бы две соли бы забрал. Ну, или тогда можешь ставить... Выше лошадей. Там еще один город можно будет поставить. Ладно, короче, окей. Вниз, спуска, да-да-да. Вон там, да. Куда идем? Скажите. А, Миткарей, да? Миткарей. Все, все. Миткарей, ну да, молодцы. Блин, вообще не сходил ничего, проговорил просто больше. Знаете, чтоea емкоить? Миткарей, ну да, новская pääсики. Вrzут! Паплотrozога. Паплот 그러니까. Паплот. Извини, как принцип и прибыль вообще. Угу. О發. В одну, я и via прибрафия. но я беру дань и как бы начинаю атаковать чуть-чуть в миткаре выхода мапу 2 2 митка бывает там и сейчас через три хода я поведу рабочего одну у тебя трофили одни да могу сделать старый но рабочий если ты придешь хорошо проведу даже можно мне не дарить сам обработаешь таки после ашура вот этот ним дур какой-то вот это тоже прикольно город берется так прикольно ну да там с двух сторон так я так понимаю уже сейчас да не буду брать должен еще там пикты выстроились нормальный пикточек а у меня только две лошади дурки и 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 а и и и и и и и и лука а по часу. Так, у меня 56 голды. Забирай мне все. У меня тоже плюс 2, 46. Забирай. Все. Так, у меня два лука сейчас будет готова. Так что я могу, в принципе, австрияка потихонечку подавлять. Да и да, ему-то мозг выноси, чтобы они не крючковались возле меня. Блин, у них столько мест, вон там, смотри. Красители, да, вино, овцы, коровы, лошади. Они не ставят ничего. Они боятся, им армию строить надо. И правильно делают. Да какая, ну тут уже просто вынос идет. Гоплиты идут. Вот хер ген занимается не числом. Куда идем? Теперь идем в маиконники. Все, я нагнул антенна рива, значит, через 4 хода должен ты, если ты по графику идешь. Лаки, слышишь, что я? Тебе этот голос разума говорит. Блин, ни одного люкса еще не обработал. Верите, нет? Чего-чего, Лидекс? Денег дай мне. Да забирай, мне уже деньги не нужны. А не, нужны еще один ап, и все. И до свидания, Шур. Так, я сбивался, взял, у меня 140 голды. Отлично. Ну так все, иди в атаку, я уже готов. Ну могу еще там пару ходов подождать, но в принципе я готов. А тебе хрюшек каких обрабатывать, которые подстольные, вправо? Конечно подстольные, тебе обработаны. Прикольный какой, а че это он? Решил подарить мне рабочего? Ой. А че, куда? В лошадей, да? Да, в лошадей уже давно. Давно нажали, да, в прошлом ходу. Он мне подарил рабочего, прикиньте. А есть счастье у кого-то? У меня 4. Ну я не хочу тебе сейчас давать, я не хочу в минусе быть, когда такое. Не вопрос, один пока все нормально. Зараза, прага не хочет давать. Ты, блин, иди нагни кого-нибудь, потому что... Видишь, что делается возгашур? Атака, атака, атака. О, прикольно, смотри, на марше стоит. У него еще и ухэппинес. Ай-яй-яй, ой-яй-ой, фу-фу-фу. В общем, я не завидел. Сейчас убивается копье первым ходом, сразу так быстро. И все. Дороги, может, надо было построить, как ты думаешь, когда-нибудь. У меня есть золото, если кому надо. Дороги, если кому надо. Зачем нам дороги? Я тоже думаю, да. Так, я, если что, китайцы, смогу сейчас счастью дать. Да ладно, я сейчас уже вам слонов обработаю. Так, у меня есть лошади. Угадайте, что следующим ходом со шуром будет. Падает. Да я не знаю, блядь, лидекс. Фоми, пойдем покурим. Я, я уже вам, грубо говоря, прикурил, налил себе пиво и все, сижу. Блин, пиво. А у меня есть, прикиньте, сегодня нету пива. Вот у меня это вообще очень редко бывает, но вот сегодня это ведь. Слышь, возьми у меня счастье, если тебе надо. Я уже обработал все, что могу. Да, что хочешь. Ты смотри, что тебе удобно. Там, может, тебе счастье надо, это... Ну да, да, да. Киндсдей, там. Принимай. Спасибо. Я думаю, мы до конницы не доживем такими шустрыми этапами развития. И вот так еще, пожалуйста. Короче, Лаки, он меня грабит, короче, среди бела дня. Это вообще, ни в какие рамки. Деньги, деньги, деньги. Да я пока этих юнитов двигаю, там далеко идти, дорог нету, и они деньги жрут, сволочи. Я тебе рабочего веду уже. Поздно. Китай, нафига тебе армия, строй домики, прям. Ты не играй их, будешь. Нет, нет, я сейчас медкорей чисто буду строить и все, и туда, все на фронт. Я не понимаю, я шо, Денис трейдил, а он мне нифига не дал лечилку. А че там с религией? У, Ашур, все плохо. У меня 135. Можно следующий. А кто такой Ашур, на этой карте есть Ашур? Что? Кто такой Ашур, говорю, на этой карте есть Ашур? Уже, походу, нету. Пойду Ашуру обработаю. А, не могу, ну ладно. Вырублю-ка, Алиас, че будет. Ты свой рабочий уже веди домой, нафиг. Не нужно? Ах. Ну, блин, ну ладно, окей. Походу, я его еще и перекликиваю. Тут типа Рим впрягается за Ашур, да, пришел, копье показал. Да, помощь хорошая, конечно. Да я думаю, сейчас Гаганю сделаю. Да, да. Там Мэйвстрив уже пришел на помощь. Поздно. Все, это слишком поздно. Че, лошадок строит тебя? Ты мне, да, лошадки, это кровь из носа. Дайте мне счастье, а то я в войне сейчас жопу. Возьми у меня, возьми у меня. Я обработал этих слонов. Да я дал, шел. Я уже что-то взял. У меня сейчас этот жемчуг будет через стол. А у Шура нету лошадей, блин, это вас ранится. Че, они не пишут ГГ? На че не рассчитывают что-то? Да ладно, сейчас я заберу эту НИМ чего-то там и пойду выносить. О, красиво. Я еще городочек есть могу посадить. Слушай, городочек, иди выносявствую достал. Видишь, она пришла защищать его, значит у него войск. Да иду, 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 иди, а ты видишь, отсяги вы подзались бы, полна армия у меня. Так там, а, там у тебя труп только три этих стреляющих. Сейчас у меня еще четыре лошади, я обработаю, и конницы пойдут вот этими гоплитами здесь разносить все. Если не сдаются. Я не знаю, на что они рассчитывают, если честно. Это у тебя там пикает. Ты че, приколит что ли? Ну, ай, боже ты. А, тут лук наверное стоит. Куда идем? А теперь куда хочешь. Давайте, может, блин. Письменный. Библу, библу. Давай. Давайте библу, может. Да, нет. Так. Слушай, Китайц, а ты сам притащи мне одного рабочего? Тебе все равно, наверное, не нужно. Сейчас давай свое, это, в труро вот это питащу. Через два хода. У меня там сейчас лошадки я возьму. А ничего, ребята, что я с тремя боюю? Ты как бы там занимайся, а мы тут развиваемся пока. Боим, боим, лейтекс. Ну че ты. Мы тут поразвиваемся пока. Нормально. Да, да, да. Давай. Атакуй. Засранцы. Проси чего, что хочешь. Конечно. Сейчас, говорит, городок туда поставлю, сюда поставлю. Давай, давай. Я же говорю, команда, это... Лаки любит развиваться. Линдекс любит воевать. В воле. Лаки традиция. А я, как между вами, балласт такой небольшой. Да ладно. В следующей карте поиграешь. В следующей карте тоже там, походу, до глянцев, да? Не, не, там до этим. Но, в общем, нормально. Так. У-у-у, смотри, тут вообще страшно. Надо защищаться будет. Ну, сейчас возьму город, тогда буду защищаться. Так и будет. Хотя, не ту прокачку взял, Байли. Я уж генералов все набил. Вообще, тебе надо было воевать. У тебя ж там генералы клепаются. Ну, да, да, я согласен. Ну, ты же видишь, как в твоей позиции оказался. Опять посередине между вами. И опять, кстати... Вот, чтобы я был посередине. Я говорю, вот опять, смотри, Лаки слева, ты справа, я в середине. Как и на прошлой карте. Ну, что, Зальцбург падает сейчас я. Не, ну, так я не знаю, на что они рассчитывают. И вон, смотри, посила ставят. Видишь, между, куда я говорил, давно там надо было заселиться бы и все. Слиться, а не заселиться тут им давно надо. Не, и видишь, через что мы сыграли. Это вот это вот... Вот это вот... Да, дань набрали. Это вот так Сириус сыграет. Кельские, греческие юниты, блин, на такой карте, ну, это все, это жесть. Ну, у Ашура ноль армии. Круто, да? Ну, все, я не знаю, что... У меня вторая промка, охренеть. У тебя Кельт первая. Круто. Ну, в общем. Ну, я не буду их подгонять, типа, сливаться. У меня показывает вторая. У меня вторая. У меня тоже вторая. Ну, ладно. Да, короче. Так, что, куда? Просто ставим тупо в это... Ну, в Петру идем, в деньги, да? Ты веди вверх мне и там подаришь, я апну. Вообще, было бы дороги недавно построить. Да сейчас меня тут чуть поднапрягают эти... Я сейчас тебе лошадку еще скоро подаю. Следующим ходом у меня будет четыре лошади. У твоих лошадок не надо сам строить. Включайся, включайся. Тут, знаешь, военно ушко идет, все такое. Да я как бы пока домики строю. Сейчас, тем более, мои здания. А зачем ты строишь лошадей, блин? Я тебе объясняю, мои лошади-то не апаются твои? Ну, в смысле... А, они не апаются? Ну, конечно, нет. Луков строят. Луков себе. Ну, или себе одну построи, ладно. Пойдешь помогать. Нет, просто ГГшка просит лагерь зачистить. И тогда будет союзником. Мы в этой игре даже с ГГшкой не дружим. Угу. Повезло. А, кавалерия пошла строиться. Да, помогай мне здесь, Лаки, что-то. Внизу там этот лагерь нужно. Ну, подари уже, ладно. Сейчас я возьму этот город, тогда уже на кумы пойдем. Он так прикольно его поставил, я вообще балдею. Тут поставят четыре лучника на холмы и кум нету. Он же ж плоский. А, ну да, он стоит, да. На родненьке. Ладно, я уже дорогу построю. Тут что-то как-то долго ходить. Что-то берешь за альбом, да, в следующем? Все. Не, ну понятно, тут было. Я говорю, я еще перед игрой уже все было ясно. Так, ну что, будем грузиться? Не будем за них. Ну, я посмотрю хотя бы места, может, там чудо-то прикольно. Я тоже гляну. Выходим. Да нет, по-моему, чудеса сколько там? У нас три чудо, да, практически? У них одно должно быть, да, получается? Нет, шесть. Четыре чудо должно быть или пять? Нет. Ну что ж, загрузимся, посмотрим, ладно. Ну, в принципе, все ясно. Как я говорил в самом начале, ну, понятно, с чем это будет. Тут вообще вся игра была ясна еще до начала ее. И поэтому я очень просил организатора убрать ГГшки с игры. Они во всех партиях, особенно контактных, так действуют. Повези тебе побольше. Вот если нам еще 2-3 ГГшки были бы рядом, вообще рядом, в упор, ну так это вообще, это не остановит никакими образом. Вообще никак. Какая бы тактика у вас ни была, какие бы чудеса... Ну что, там и хорошие места-то? Да сейчас мы загружаем. Я за Рим загружаюсь. Я тоже, подождите. Я за Австрия, когда загружу с другой стороны, значит. Ну, Рим так себе не очень. А ГГшки там у них уже не было, да? У Австрии очень... Вот он второй город поставил, и у него очень большая территория, в принципе, из всех из них. Ну и такая неплохая территория, я бы тебе сказал. Кстати, ГГшки, у них только раз-два в тылу, где-то в тылу ГГшки. Все. Ну только это больше, чем нужно, чтобы у нас были они вот в тылу. У нас одна же была. А все остальные к ним обращены. В принципе, по ГГшкам, по такой расстановке, у них было преимущество, как бы. Но наши юники просто не успели это сделать. Я согласен. То есть, получается... А, кстати, да, он этот Орзму не открыл. Вот он за звук поставил. И то есть, у них получается раз-два, три-четыре. Четыре ГГшки чистые, которые за ними находятся, образно. А у нас только одна была за нами. Остальные, ну, один нейтралитет. Такая в серединке. Ну да, да. Ой, смотрим, там переркотку типа строят. Или это уже комп? Да, может, комп. Воткну. Ясненько, блин. Ну, с моими местами все понятно. Этот город берется на раз. А Рим против меня даже одного не потянет. Вообще никак. Да. Да. Не, у Австрии очень большая территория. Ну, Австрия, да. Там мог натыкать сколько хочешь. Но он, видишь, он пошел типа буферный город ставить. Но он его неправильно поставил. Да, да. Он неправильно поставил тот город. Согласен. Ну, если бы даже, понимаешь, что надо было сделать? Реально, вот Лаки мог не атаковать вообще австрияка, а прийти и сделать своими войсками щит от него. А уж я тут один. Да. Вот с этими двумя ребятами как-нибудь. Нет, а тут так и получалось. Я его Зальцбург забирал и дальше там на Вену выходил. Ну, черт. Понимаешь, если бы он совсем был там, знаешь, защитный такой весь из себя, ты просто выходишь между Зальцбургом и вот этим ним, там какая-то, ну, это вот с Викторией город. Между ними там пространство пустого, туча. Поставил туда войска и он никогда не пройдет. А тот дальше идет так, как идет сейчас. То есть ему конец всем им. Ну, опять нам не повезло с ГГшками, грубо говоря, по сути. Да фигня. Когда имеешь этот вот Рим, у него 18 щитов у Гоплита. И все. Все. Одного покупаешь и тебя по армии просто физически никто не успеет догнать. Ты там передавай, Воска, не передавай. Одного покупаешь, что, берешь дань. Дань еще одного покупаешь, у тебя три Гоплита и воин. Это все. Это все ГГшки твои. И что тут играть? О чем вообще тут разговаривать? Я говорил, мы с Лаки же вдвоем играли эту партию. И тебя брали комбом. Там вообще без вариантов. Мы ее раза три-четыре проиграли. Ну, это смешно. Это какое-то избиение, знаешь, детей. Ну, вот. Что, мы с Колескин рвадемся? Они там вроде искали. Они, я видел себя. Ну, в общем, ладненько. Все, на сегодня тогда заканчиваем. Это я людям, которые в интернете. А так... Мы когда следующее играем? В 9 часов у нас до игроков. Сегодня. В 9, да? Сегодня в 9, да? Но 2 часа, сами понимаете. Ну, надо за 2 часа просто там зарешать все быстро. Не знаю, быстро где-нибудь не завершаем. Я не хочу сдаваться. Атаковать я тоже не буду. Ну, это ладно, это вечерком. Все, ребятки. Да, давайте. Ладно, в 9. Я думаю, понятно, какая тут тактика, что я тут делал. Давайте. Это самое. Какая тут тактика? Ну, в общем, тут даже не нужно было играть. Тут надо было только строить армию, как вы видели, и брать дань. Все. Когда ты имеешь бесконечное золото, твоя армия никогда не просяет по золоту. Значит, никогда не упадет наука. Вот этим ребяткам, если даже они пытались бы построить столько армии, сколько было у меня, ну, у нас троих, допустим, они бы в таком минусе были, что их наука никогда бы не выжила. А наша наука, ох, как прыгала дальше. И вот эта вот тупость только из-за того, что в этой игре есть ГГшки. Тот, кто понимает это, тот вообще в ГГшки не включать в такие игры. Но по правилам, я говорю, я там апеллировал много раз, но есть как есть, и я показал, как это не должно быть. Все. Спасибо за внимание. Удачи.